Добро пожаловать на еще одно видео. Я надеюсь, что ты делаешь все, что в твоих силах. В сегодняшнем эпизоде мы собираемся заглянуть на сайт gaples.com, замечательный сайт для сбора статистики в экосистеме. Там ты можешь найти некоторые статистические данные о цепочке импульсов, о шестиграннике, о импульсе X и даже о поощрительных токенах. Но как всегда, не забудь первого нажать кнопку «Мне нравится», нажать кнопку «Подписаться» и, конечно же, если хочешь оставить комментарий внизу страницы. Это видео, и, как всегда, мы сразу же приступим к делу. Если мы заглянем на сайт gaples.com, то увидим первую обзорную статистику на первой странице, а во второй мы поговорим об этом подробнее. Здесь у тебя есть деньги вместе со статистикой приложениями, шестнадцатеричными данными и обменом портфолио. Не забудь купить, нажав на кнопку «Купить» вот здесь справа. Так что давай начнем сегодня, в эту красную среду ты можешь увидеть текущую цену токена PALS, токен PALS в настоящее время снизился на 11,8%. Ты можешь видеть, насколько велика его стоимость. В настоящее время цена составляет 0,46 на, то есть почти половина той стоимости, которая была ценой жертвоприношения два года назад. Текущая рыночная капитализация составляет около 700 миллионов долларов, а предложение составляет около 15 триллионов долларов. Мы не будем вдаваться во все статистические данные и детали, потому что я просто покажу вам основные функции немного выше. Здесь вы можете переключаться между пятиминутным часовым, шестичасовым и 24-часовым таймфреймами. Мы собираемся оставить все как обычно на 24 часа, этого достаточно. С правой стороны у тебя, конечно же, есть график. Если ты захочешь быстро взглянуть на график, ты можешь увидеть вот это для всех жетонов для вытягивания, вытяни шесть. Посередине у нас есть поощрительный жетон, а на правой стороне у нас есть шестнадцатеричный знак. Давай быстро начнем с шестнадцатеричного заклинания. Тебе нужно переварить здесь много статистических данных. У тебя есть текущая цена шестнадцатеричного токена в цепочке импульсов. И если ты посмотришь сюда, то увидишь, что цена iHex в настоящее время составляет 0 долларов 45 центов, а общая цена iHex и iHex в настоящее время составляет чуть более одного цента. У тебя всегда есть возможность купить и продать эти три жетона. Как ты можешь видеть, в настоящее время происходит все больше покупок, за исключением того, что в поощрительном токене за последние 24 часа было немного больше продаж. Ты также хорошо видишь объем и рыночную капитализацию предложения. Если ты немного прокрутишь страницу вниз, то увидишь здесь две кнопки. Ты можешь либо включить, либо исключить ООА, исходный адрес, по которому никто на самом деле не знает, сколько там хранится токенов, но если ты нажмешь кнопку, чтобы исключить или включить, то сможешь увидеть, как меняется рыночная капитализация и предложение. Так что если мы исключим предложение, то конечно рыночная капитализация будет немного меньше. Если включить его еще раз, то рыночная капитализация будет намного выше. Ты также можешь переключаться между долларами США или монетами, здесь это просто немного дороже. Так что если ты хочешь получить краткий обзор, то gaples.com, это твой основной сайт на данный момент. Если мы прокрутим страницу дальше вниз, то увидим последнюю статистику на главной странице, где мы сможем увидеть общее количество транзакций в блокчейне Палсчейн. И совсем недавно мы превысили 300 активных транзакций. Кошельки на пульсовой цепочке. Вот и все, что нужно для главной страницы. Если мы перейдем к статистике, то просто перейдем к пяти наиболее важным статистическим данным для блокчейна Палсчейн. И вот здесь мы увидим, что такое обозреватель блоков. Ты можешь видеть, что примерно каждые 10 секунд появляется новый блок. Так что прямо сейчас должен появиться новый блок. Бум-бум, вуаля, вот и он. Вы можете увидеть, сколько транзакций было включено в каждый блок, а далее мы можем увидеть среднее время блокировки, о котором я только что упомянул. Составляет 10 секунд по сравнению с эфириум, у которого средний блок время примерно 12 секунд. На правой стороне ты можешь видеть, что это колеблющаяся стоимость, но так как мы находимся на веб-сайте, то знаем, сколько токенов Палс сжигается в результате комиссионных транзакций. Так что это действительно очень круто. Вдобавок ко всему этому есть еще одна приятная маленькая особенность. На этом сайте статистики вы не сможете увидеть больше информации здесь. Если вы перейдете к валидаторам, то увидите график за последние 7 дней. Мы видим, что достигаем цели около 40 валидаторов, активных валидаторов в экосистеме. На данный момент в школу вступают 11 человек. Для этого нужно немного времени, пока они не активируются, но как только они активируются, они начинают получать гонорары. Если ты нажмешь на кнопку показать глобус, то увидишь красивую анимацию мира, на которой можно увидеть распределение активных валидаторов по всему земному шару. Возможно, ты сможешь прокрутить страницу вокруг, чтобы найти свой валидатор, если он у тебя есть. А в нижней части этой страницы у нас есть 4 различных статистических данных. В настоящее время мы можем видеть общую сумму ставок в валидаторах. У нас на кону 1,24 триллиона токенов ПАЛС. Это примерно 57 миллионов долларов США при текущей ставке в 16,7% годовых. Но в данный момент эта цифра снижается по мере того, как все больше валидаторов присоединяются к экосистеме. Ты можешь видеть, сколько стоит средний баланс или сколько стоит валидатор. Если ты хочешь запустить валидатор, тебе нужно по крайней мере около 14 сотен, скажем 15 сотен долларов США. Ты можешь посмотреть некоторые статистические данные о текущей эпохе и текущем слоте, в котором мы находимся, и вот об этом на странице статистики валидатора. Мост это, возможно, нечто более сложное для понимания. Он соединяет оба мира, он соединяет мир эфириума с миром импульсных цепей. И мы видим, что до сих пор существует определенная сумма стоимости в долларах США с некоторыми различными токенами, которые были объединены в экосистему импульсных цепей. А вторая часть, это та часть, которая соединена мостом от импульсной цепочки к блокчейну эфириум. Итак, первая часть, это примерно 100 миллионов долларов США, которые были соединены мостом с импульсной цепочкой. Конечно же, на данный момент мост также накапливает некоторую плату в размере 0,3% от суммы соединения. Мы видим, что лидером является токендай, после этого у нас есть немного аст, у нас есть ад, куча эфириума, куча эфириума, который был соединен мостом. И немного потертого биткоина. Стоимость, которая была переведена на эфириум, составляет примерно 2,5 миллиона долларов в токенах ПАЛС, около 50 тысяч долларов в 16-ричных токенах, и 20 тысяч долларов в токенах ПАЛС. Итак, вот некоторые статистические данные, позволяющие увидеть, как работает мост, и приятно видеть, что стоимость, которая поступает в экосистему цепочки импульсов, составляет около это намного выше, чем отток капитала. А если ты перейдешь на следующую страницу статистики, то увидишь, что это страница статистики ПАЛСХ. Это собственная биржа в цепочке ПАЛСХ. У нас есть множество различных дексов и агрегаторов, но ПАЛСХ это собственная биржа из экосистемы ПАЛСХ. Здесь мы также видим, что у нас есть две точки зрения. У нас есть дневная точка зрения и кумулятивная точка зрения. Так что с момента ее начала у нас было заключено примерно 8 миллионов сделок. Наш общий объем с самого начала составил 5,7 миллиарда долларов США. И вы можете видеть, что на данный момент ликвидность упала пару дней назад, примерно до 115 миллионов долларов США, была на вершине почти на уровне 400, я бы сказал, 460 миллионов долларов США долларов. Но, как мы все знаем, мы все еще находимся на медвежьем рынке, так что для меня это абсолютно нормальное поведение, ликвидность низкая. А это также означает больший потенциал для роста цены вверх. Если мы перейдем к статистике, то у нас будет последняя страница, страница с бензином. Ты прекрасно видишь, насколько дешевле экосистема ПАЛСЧЕЙН по сравнению с эфириумом и биткоином. Если мы быстро взглянем, то увидим, что мы в 1321 раз дешевле эфириума с точки зрения обмена на отправку эфириума или просто токена ИОРГ20. И мы почти в 300 раз дешевле к биткоину. Если ты захочешь отправить немного биткоинов, это обойдется тебе примерно в 30 центов, а если ты захочешь отправить несколько токенов ПАЛСЧЕЙН, то это обойдется тебе в 0,001 доллара, что практически ничего не стоит, и ты можешь обменять токен на 1 цент, что просто потрясающе. Ты можешь видеть ситуацию с гонорарами за последние 30 дней, когда было снято около 1 миллиона долларов. Если ты останешься на прежнем уровне платы и цен, то конечно же плата будет действительно очень низкой. Если ты перейдешь к приложениям, то увидишь, что у нас есть разные вещи, посмотри на это. Я просто зайду за кое чем. Например, ты можешь отчеканить свой собственный токен, в чем обычно нет необходимости, потому что ты не хочешь создавать дерьмовый токен. Но если тебе действительно интересно, ты можешь легко создать токен на блокчейне ПАЛСЧЕЙН за несколько кликов. И последнее приложение, на которое я хотел бы обратить внимание, это приложение Револк. Здесь ты можешь вернуть себе контроль над своим кошельком. Каждый раз, когда ты подключаешь свой кошелек Метамаск, например, к Юнисвэп или к другой бирже, ты должен дать какое-то разрешение на торговлю токенами. И иногда это действительно очень разумно, просто отменить эти разрешения, забрать их, вернись и убей их. Тебе не нужно иметь много разрешений для доступа к своему кошельку. Кроме того, не нужно иметь слишком много открытых разрешений для своего холодного кошелька. Как всегда, храни свои вещи в безопасности и не слишком сильно подключайся к интернету. Позволь мне перейти к третьему пункту, шестигранной точки. Это действительно аккуратный запасной вариант для твоих шестигранных кольев. Мы все знакомы с этим процессом. Это интерфейс шестигранного точечного кома. Так что все, что тебе нужно сделать, это подключить свой кошелек Метамаск. Сейчас мы выберем кошелек Метамаск. На экране появится Метамаска, далее подключение. И ты увидишь, что в данный момент у нас есть все ставки. У меня, по-моему, уже есть четыре активных ставки. У нас здесь есть аккуратный маленький индикатор прогресса. Ты можешь сделать две вещи для своей ставки. Ты можешь нажать на три маленькие точки. Я бы не советовал делать ставку в экстренном порядке, но вот что ты можешь сделать. Например, отчеканить свой головной убор и купить больше шестигранников. И как только ставка закончится, ты, конечно же, тоже сможешь закончить свою ставку. Здесь даже можно увидеть две предыдущие ставки. И это всегда очень важно, взгляни на эту кнопку вот здесь. Ты можешь переключаться между сетями. Так что если мы нажмем кнопку переключения, то сейчас мы находимся в сети Палсчейн и увидим, что у меня, конечно же, те же ставки в сети Палсчейн. Потому что как только появилась импульсная цепочка, это было полное состояние системы. Итак, у меня есть свои шестнадцатеричные ставки на эфириум и моя шестнадцатеричная ставка на цепочку импульсов. И я могу легко переключаться между сетями здесь одним нажатием кнопки. Конечно же, я могу сделать новую ставку, я могу назвать сумму шестнадцатеричной ставки, дни, в которые я хотел бы сделать ставку, и нажать кнопку начать делать ставку. С таким же успехом я могу сделать это в обеих цепочках. Вот и все, что касается шестнадцатеричной части здесь, на этом сайте. Я думаю, что сейчас начнется самое интересное, это создание портфолио, обмен и покупка. Давай быстро начнем с приложения портфолио. Все, что тебе нужно сделать здесь, это ввести свой адрес эфириум или даже несколько адресов, если они у тебя есть. Так что если у тебя также есть имя эфириум, например, у меня есть адрес для пожертвований холодок, S автоматически переведет его на мой адрес. Он заполнит имя, но в основном ты можешь просто скопировать и вставить адрес эфириум сюда, сохранить адрес и затем использовать его. Вы увидите сколько токенов и сколько вещей у вас есть на этом адресе. Так что позволь мне просто первый раз добавить второй адрес. Мы можем нажать кнопку изменить здесь вверху. Ты видишь, что уже добавил новый адрес. Сейчас мы возьмем наш тестовый адрес кошелька для ставок и вставим его сюда. Вот адрес демо-версии на YouTube. Сейчас мы добавим его, а затем закроем, и ты увидишь, что он уже довольно сильно изменился. Еще раз повторяю, кнопка здесь вверху показывает, что на данный момент вы подключены к портфолио для цепочки импульсов и блокчейна эфириум. Таким образом вы видите совокупную ценность и того и другого. Если ты нажмешь здесь, то сможешь увидеть стоимость портфеля Палсчейн, а также стоимость портфеля эфириум или, как я уже сказал, совокупную стоимость. Здесь также можно увидеть два адреса, которые я добавил в свой портфель, чтобы я мог просмотреть их по отдельности, нажав на них, или я просто вижу и то, и другое, как обычно. У тебя всегда все хорошо получается, нажми куда-нибудь, где сможешь. Ты можешь, например, нажать на процент здесь, чтобы показать стоимость в долларах или процентное значение. Ты можешь нажать на долларовую стоимость своего портфеля просто для того, чтобы скрыть сумму токенов. Ты можешь увидеть все токены в целом. Если ты что-то упустил, не волнуйся, просто нажмите кнопку «Изменить» и перейдите сюда, на вторую вкладку «Активы». Здесь у тебя снова есть множество вариантов выбора. Ты можешь увидеть подробное или комбинированное представление своих токенов. Ты также можешь добавить сюда кнопку «Сделать ставку», если хочешь увидеть свои валидаторы, которые работают в данный момент. Таким образом, ты можешь увидеть сумму депозита и, возможно, у тебя есть другое для получения вознаграждения. А здесь внизу у тебя есть куча токенов в цепочке ПАЛС и блокчейне Эфириум, которые ты можешь просто выбрать, какие бы ты хотел видеть в своем портфолио. Если мы уже зациклились на настройках, то ты можешь перейти к третьему пункту, здесь балансы, и при желании добавить ручное удержание некоторых токенов. Но сейчас ты, вероятно, увидишь все необходимые тебе токены. Но, например, ты можешь добавить сюда свои собственные токены 100, 16-ричные или импульсные вручную, если захочешь, и сделать то же самое для блокчейна Эфириум. И последнее, но не менее важное, у тебя есть функция экспорта. Ты можешь либо скопировать свой идентификатор портфолио, что означает, что это всего лишь код, которым ты никогда ни с кем не должен делиться. Но ты можешь просто скопировать и вставить его на свой смартфон или на другой компьютер, чтобы снова увидеть и просмотреть свое портфолио. Здесь, внизу ты можешь скачать моментальный снимок. Это действительно похоже на фотографию того момента, когда ты фотографируешь свое портфолио, конвертируя ее в файл Excel, и можешь делать все, что захочешь. Позволь мне снова закрыть настройки. Как видишь, ты можешь видеть, что происходит в моем портфолио, начиная с самой большой суммой, заканчивая меньшей суммой или тем, что у меня есть. Как, например, упоминалось ранее, у меня есть свои четыре ставки на Pulse Chain, и у меня есть свои четыре ставки на Ethereum. У нас есть другие токены в этом кошельке, которые на данный момент являются двумя кошельками, и вы также можете спрятать пыль, если хотите. Здесь внизу, возможно, некоторые из вас упускают из виду текущую доходность за один час, 24 часа, 7 дней, 30 дней или год. Это действительно здорово. Вы можете видеть шестнадцатеричную прибыль по обеим цепочкам, а также общую прибыль по обеим цепочкам, как ну что же. Позволь мне перейти ко второму последнему пункту здесь, функции обмена. Так что если ты хочешь поменять местами несколько токенов, как это делается на PulseX, ты можешь сделать то же самое на Kapulse.com в разделе Swap. Все, что тебе нужно сделать, это первый раз переключиться на Pulse Chain, потому что мы уже подключены к кошельку раньше. Так что как только мы подключимся к блокчейну Pulse Chain, мы сможем, например, обменять некоторые токены Pulse на другие шестнадцатеричные токены. Так что позволь мне сделать это прямо сейчас. Я собираюсь обменять, например, 10 шестнадцатеричных жетонов на 56 шестнадцатеричных жетонов. Это не займет много времени. Я собираюсь подтвердить эту транзакцию в кошельке MetaMask. Как видишь, мне нужно заплатить 368 долларов в виде комиссионных сборов. Я собираюсь подтвердить это бум-бум. И мы собираемся подождать около 10 секунд, пока блокчейн подтвердит нашу транзакцию. И как только транзакция будет подтверждена, бум и вуаля, наши токены уже у нас в кошельке. Теперь у нас должно быть еще 56 шестнадцатеричных токенов. Так что ты можешь видеть, что этот процесс проходит очень-очень гладко. Если мы немного увеличим масштаб изображения, то здесь внизу можно увидеть функцию подкачки GAPL6, которая анализирует 18 маршрутов по трем направлениям. Просто чтобы прояснить для трех дексов, что под этим подразумевается, у нас есть обмен PALS 15-го ван, у нас есть обмен второй версии. И у нас есть простой обмен свопами, который мы рассмотрим, возможно, в другом видео. Так вот, это и есть три главных декса. На данный момент ты экономишь по сравнению с EC SWAP 0,2%. Иногда на нем написано «Пульс», может быть, он переключается. В целом, я бы посоветовал тебе использовать ту биржу, которая тебе больше всего нравится. GO PALS действительно отлично работает. Конечно же, собственная биржа PALS тоже работает без сбоев. И последнее, но не менее важное. Мы собираемся нажать на эту кнопку «Купить здесь», которая является замечательным сайтом для входа в систему. Или замечательным инструментом для входа в систему, если вы хотите купить несколько токенов PALS, но у вас есть только эфириум или вы владеете только токеном BEMP или только биткоином. В принципе, все, что ты можешь сделать, это начать обмен информацией прямо сейчас. Возможно, у тебя есть немного эфириума, и ты хотел бы купить несколько токенов PALS. Ты можешь сделать это прямо здесь. Если ты спросишь себя, как у тебя идут дела, то это займет совсем немного времени. В целом, это займет около 1015 минут, но сам процесс действительно очень прост. Все, что вам нужно сделать, это определить количество токенов, которые вы хотели бы обменять. В данном примере это один эфириум. Сейчас мы нажмем кнопку «Купить». Так что все, что тебе нужно сделать, это вставить сюда адрес своей цепочки импульсов. Вот адрес назначения, по которому ты хотел бы получить токены PALS. При желании, ты даже можешь добавить адрес эфириум в качестве обратного адреса, если обмен не состоится, и ты получишь обратный эфириум на этот адрес. У большинства из вас, вероятно, один и тот же адрес сети эфириум и PALS-чейн, вы просто переключаетесь между сетями. Так что не слишком запутывайтесь по этому поводу. Но самое главное, вы должны вставить сюда свой адрес импульсной цепочки. Ты можешь легко увидеть адрес цепочки импульсов, когда откроешь метамаску, ты увидишь, что мы находимся в сети цепочки импульсов, и если ты нажмешь на синюю маленькую штучку здесь, ты сможешь скопировать свой адрес, и мы вставим этот адрес сюда. Итак, на следующем этапе у тебя есть 30 минут времени, чтобы отправить свой токен эфириум или любой другой токен, который ты хотел бы обменять на PALS. Ты отправишь эту сумму токенов на указанный здесь адрес, адрес депозита. Там ты отправишь свои токены и, возможно, скопируешь и вставишь этот идентификатор обмена вот так. Ты всегда можешь зайти в меню, маленькое меню гамбургеров здесь вверху, и вы можете проверить статус обмена здесь, чтобы узнать, что происходит с вашими транзакциями. Как я уже говорил, это займет некоторое время. На мой тест здесь ушло примерно 15 минут, но все прошло действительно очень гладко. И, возможно, последний момент, если вы спросите себя, что это за обмен, что это такое, что именно происходит с этим виджетом, который находится здесь. Вы всегда можете немного проанализировать, и если мы перейдем к поиску биржи, то найдем ссылку, и я почти уверен, что видел это также и в Твиттере. Это две платформы, и это похоже на балансирование между ликвидностью. Так что у нас есть либо Let's Exchange, который представляет собой базовый веб-сайт, где вы уже можете делать то же самое, что и мы только что сделали. Либо вы можете зайти на сайт changely.com, это тот же самый сайт, на котором, по моему мнению, виджет GO PALS X балансирует, как я уже сказал между пулами ликвидности и пытается предложить вам лучшее предложение. В целом, я должен отметить, что у вас здесь нет системы КИК, у вас нет ограничений, у вас есть доступ по всему миру, и все проходит довольно гладко. В последней части этот чувак с этого веб-сайта даже внедрил ярлык. Так что если ты собираешься нажать Ctrl-K или нажать на него здесь, в правом верхнем углу, то увидишь ярлыки. Так что ты всегда можешь просто нажать Ctrl-K, нажать B для команды PLS, ввести, и ты уже попадаешь на нужную страницу веб-сайта. И последнее, но не менее важное, документация всегда важна. Если у тебя возникнут какие-либо вопросы, нажмите на маленькую ссылку Вики здесь. Здесь ты найдешь полезную информацию о GAPALS.com и самой бирже GAPALS X. Например, ты можешь посмотреть, как купить PALS, а также как купить PALS с помощью кредитной карты. Они расскажут о конфиденциальности в сети, о том, как использовать ярлыки, как отслеживать свой портфель, а также у тебя будет некоторая информация о шаге обмена GAPALS X. Пошаговое руководство, как подключить свой кошелек в Метамаск, как получить некоторый импульс, даже работает реферальная программа для тех, кто заинтересован. И небольшой факт по всем вашим общим вопросам. Так вот, речь шла о веб-сайте GAPALS.com. Я надеюсь, что ты чему-то научился. Пожалуйста, не забудь нажать кнопку «Мне нравится», подписаться на мой канал, позвонить кому-нибудь, с кем ты смеешься, и сказать «Привет», и увидимся в следующем выпуске. Мир тебе!